Субтитры делал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Константин? Ну да, а че? Капитан Барнашов, инспектором под... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой! Отвали! Стой тебе, говори! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Стой, стой! Все, все, остановился! Что тебе надо? Поговорить хочу! Говори! Один вопрос! Э! Не подходи! Что, орать, что ли? Ори! Ты вчера ночью что делал? Тебе какая разница? Большая раз спрашиваю! В Вентуре сидел! В какой? В Яснево! Закрыли на пять суток! Сегодня утром отпустили! А че? Ночью в районе машину мою сошли. Я думал, ты. Это которая? В трендах на видосе, что ли? Чего? Да какие-то гомофобы, походу. Не-не-не! Если ты мужиков дрючья, я к этому спокойно отношусь. Педрилом? Ну, что-то про тебя не знаю. Тарас, завязывай! У меня сейчас нет чувства юмора. Ты можешь узнать, кто это вылазил? Ну, если вы пьяный использовали, то вряд ли. А если я в ордер достану или выемку организую? Выемку чего? Интернета? Угомонись, что-нибудь придумаем. Что тебе сказать, угомонись? Стой! Ты же раньше здесь сидел. Угомонись, что ты не можешь купить? Ах! Наши круэшника модули. Сейчас же в каждой овощной палатке вербуют. Понимаешь? Купи арбуз, попади в ИГИЛ. Пойдем! А где ты теперь? Хорошее место тебе понравится. Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чего у вас здесь? Архив какой-то? Типа того. У меня аллергия на пыль. У меня аллергия на детей. Что, меня кто-нибудь спрашивает? Ну, что, вас надо было сразу в преисподнюю отправить и все. Вы же с отбросами работаете. Вот там вам и место. Слушай, юморист, давай, не отвлекайся. Найди мне этого отморозка, который видос выложил. Я шаманю. Ну что, есть что-нибудь? Нет, пока не получается. Слушай, а как Юль-то? Они с мамой общаются? Нет, конечно. Я вообще не знаю, что у него сейчас в жизни происходит. Что она делает? Может, она уже в секте какой-нибудь или еще хуже, в штабел Навального? А ты что? Включусь к ней в друзья, ВКонтакте. У них сейчас там вся жизнь. Но она меня в друзья не принимает. А может, не так нужно? Да, а как? Заведи фейковый аккаунт, подружись с ней. И будешь контролить ее по-тихому. А что, так можно? Ну вот, сейчас он какой-то был речный. Привет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Юлёк, здорово. Лешай. Свалил. Граблю брал. Шуля, не наглей. Слышишь? Это что, это Барнашова к твоему шулять его клеить? Что завтра вечером делаешь? Погнали в клубешник. С чего это? С того. Сама знаешь. Скоро. Угу. Не знаю. Посмотрим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай только фотку чувака, а не из Москвы и какого-нибудь другого города. Откуда? Из Тюмени. Ну, я думал, хотя бы из Нью-Йорка. Да, сейчас. Вот, смотри. А? Да я не знаю, кто сейчас девку молодым нравится. Фейс. Ну, у тебя что без татуировок? Ну, как молодого артиста, там, этого... Кто? Ди Каприо. Ди Каприо? Угу. Ну, почти 50. Он молодой был, когда в Титанике снимался. Только Титаник-то был недавно очень. А, относительно. Брэд Питт. 50. Ну, я не знаю, кто? Может, Петров? Кто? Смотри, во. Петров. Да. Ну, вот этого лучше. Вот этот, смотри, хороший. Девкам нравится такой точно. Ок. Угу. Угу. А школу чего не указал? Чтобы она воспалила? Угу. Так. Тут чего? Тут друзей еще надо. Друзей надо ему. Где я тебе друзей найду? Музыка не заполнена. Чего у них сейчас модно? Рэп. Рэп. Да кто? Тупак. А именем? Утесова. Напиши давай. А кто? Билли Алиш. А он крутой? Копию ты. Ух! Все, давай. Чего давай? Выбирай подарок. Какой подарок? Ну вот, бесплатный. Блин какой-то. Бесплатный. Бесплатный, да. Так? Угу. Все, теперь пиши. Чего писать? Комплимент. Слушай, я не могу, я не знаю. Я последний раз комплименты с жене говорил. То, когда ухаживаю. Ну, про что говорил? По-российски. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какой ущербный. Да. Да вон, очередной кончик в друзья набивается. Ты видел, что он пишет? Извращуга. По-любому на мою фотку дрочит. Да смотри, Извращенко. Очень нужна ему твоя фотка. Чего ты за него так впрягаешься, а? Чего, понравился? Нет, просто я считаю, что судить человека по внешности – это глупо. Может быть, он очень даже интересный парень. А потом жалеть будешь, что стебалась над ним. Может, тебе еще и ссылку скинуть, а? У него как раз друзей нет. Прям как у тебя. Есть у меня друзья. Ладно, как хочешь. Пока кончу. Да как так? Глеб Анатольевич, вы сейчас чем заняты? Приступление века раскрываю. Какое? Росгвардейцы ногу отдавили в трамвае, вот ищут террористов. Вообще не смешно. Вот, слушайте, у меня проблема тут. Да? Да. Помните этого Тихонова? Свяжите. Ну, который на кладбище памятники ломал. А, это дегенераты чего? Вот так он со своим братом банку огурцов выкинул из балкона на иномарку какого-то депутата. Вот. Не смешно. И он подал заявление. Ну, понятно, да. Ну, так помогите, пожалуйста, ему. Уголовка, Света. Никакой уголовки не будет. По-моему, Рыжу денег снимут и все. Максимум условки. Условка у него есть за кладбище уже. Мама плачет. Мама плачет? Да. Раньше думать, потому что надо было. Хреновощей их рожать. Горячиться на трех работах. И ждать, когда они наконец вырастут, свалят из дома. И можно будет вздохнуть с облегчением. Ей тяжело, она одна. Вот и отдохнет. Но вам же не плевать. Мне плевать. Неправда. Екатерина Юрьевна, вам легко говорить, потому что вы святая. Уголовки в кабинете. Ну, а они у Кулаковой в кабинете. А мне все равно, я за кофе. Привет, Люд. Слушай, пойди кофе попей, я пока с ним посижу. Ну что, пацаны, рассказывайте. Что рассказывать? Что рассказывать? Как банку огурцов скинули. Глеб Анатольевич, да мы на балконе челлендж замутили. Челлендж? Леха снимал, а я должен был ногой крышку банки свинтить. Свинтил? Ну, и уронил случайно. Ну вот красавчик. Сам себя год на два и свинтил. Тебе барана условной зачем дали? Что ты своей башкой думать начал? А ты свой шанс профукал. Так все, поедешь на зону. Прощайся с братом. А ты готовься, будешь передачи наносить. Челлендж. Блин. Или есть другой расклад? Леха, да? Да. Значит, смотри. Скажи, что это ты с банку скинул? А брат ни при чем. Так я же ничего не делал. Я знаю. А скажешь, что делал. Зато брат от подколонии спасешь. Сам получишь максимум условно. Ну… Да. Да? Вот и славненько. Да. Еще раз накосячить. Лично прослежу, чтоб оба на зону уехали. Понял? Держи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Попался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Лев Анатольевич, спасибо. Пожалуйста. Мне же безвидного человека под статью подвести. Только в радость. Да. Екатерина Юрьевна, вы сегодня на своем утюге? На машине, да. Угу. Смотаемся по одному адресочку? Да. Заодно палку срубите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Клеп Анатольевич, давай только в рамках конструкции. А как еще? Кравцов Артем? Что? Артемий. А, принципиально. Ну что, попался? Капитан Барнашов. Инспектор по делам несовершеннолетних. Куда вы идете? Стоп, я минутку. Вовнутрь. Какую? Так, родители дома? Какая разница? Действительно, какая разница. Сжег машины? Какие машины? Вы о чем? Какие машины? Твой телефон? Твой? Телефон отдайте. Артемий. Телефон отдайте. Пароль какой? Скажу. А, черт. Блин. Ну ладно-то, извини, держи. На. А! А, блин! Руку отпустил. Больно, руку. Спокойно, спокойно, спокойно. Сейчас отпущу. Вообще, что творите? Вы не имеете права, вы знаете? Спокойно. А я свои права знаю. Оп! А вот и доказательства. Ну что, Артемий? Будем писать чистосердечное? Двое других кто? Я вам ничего не скажу. Выставь! О! Екатерина Юрьевна, дайте-ка мне плащ и шпагу. Будем парня в рыцаре посвящать. Это же благородство, его надо поощрять. Ничего вы не сделаете. Отставить, Екатерина Юрьевна. Это не благородство, это тупость. Мне кажется, он просто не понимает серьезность положения. Это хорошо. Хорошо. Сейчас мы его повесим все под Джорды машины за последние 10 лет. По Москве и области. И привет. И полковником станет, и генералом. Все, плевали ему на его подельников. Я буду разговаривать только в присутствии адвоката. Ты что, сериалов что-нибудь насмотрелся американских? Давай, Артемий. Собираемся. Берем с собой паспорт. Поедем в участок. Чего сидим-то? Вперед! Артемий. Клеп Анатольевич, ну-ка, как-то нехорошо. Не на пол кинул? Нормально. Тишина. Задание на доске. Никаких учебников. Я все вижу. Никаких мобильных телефонов. Каждый в своей тетради. Зуев, каждый в своей тетради. На помощь, наверное, просит. Решаем собственными мозгами. Артем, телефон. Боюсь-то тебе. Для кого сказала? Барнашова. Что там у тебя? Ничего. Корреспонденцию свою неси сюда. В темпе вальса. Что за темп? Барнашова быстро подошла к моему столу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А тебе идет. Решетка-то. На учете состоишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плохо работаем, Екатерина Юрьевна. Ну, ничего, наверстаем. Ну, поставьте мне на учет, и что? Ничего. О-о-о! Малыш, ты просто жизни не знаешь. Но я тебе сейчас все объясню. Понимаешь, дело в том, что от постановки на учет до условного срока всего один шаг. А следующая остановка – зона. Где-нибудь ты там высморкался и поехал на настоящую взрослую зону. Парень, ты симпатичный. Поэтому жизнь там твоя будет сексуальная. Ну, какая насыщенная. Ну, хватит пугать человека. А кто его пугает? Я просто обрисовываю ситуацию. Вещей. Потом ты выйдешь. Но на работу тебя никто не возьмет. Кому такой пассажир нужен? Поэтому будешь улицы мести, грузить что-нибудь руками. Погрузчики никто не даст. А потом опять сядешь. Сядешь. Все садятся. И так по кругу. Раз-два-три. 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 И вот такая будет у тебя фантастическая, интересная тюремная жизнь. Гепатит. ВИЧ. Туберкулез. Сказка. А началось все с какой-то постановки на учет. Поэтому мой тебе совет знаешь какой? Ты повесился бы. Прямо сейчас вот. Доупускнула. Чтоб ни себя, ни других не мучил. Что здесь происходит? Ты в порядке? Да. Вы кто? Мы из отдела по делам несовершеннолетних. А вы кто? Я мама. Что они от тебя хотят? Чтоб я повесился. Что? Да-да, он не подходит к вашей сумочке. Я думаю, вы будете рады. Что за бред вынесете? Вам же не хватает времени на воспитание. Вы откуда сейчас приехали? Из парикмахерской или из массажиста? Я прошу вас немедленно покинуть квартиру. Я на вас суд подам. Там увидимся. Когда же вашего сына будут судить за поджог машин? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кстати, предупреждаю. Следующий этап – это наркоторговля. Маму аккуратно, не подсади. Алло! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Пойдемте. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я сейчас приеду. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А мы уходим. Значит, паспорт я забрал. Телефон каписковал. Маме все расскажешь, а это завтра жду вас. Обоих с утра – это адрес. До свидания. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, и мы переехали на подвальный этаж у нас ремонт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так. Ты сжёг машины? Мам, да, без этого. Выручила, спасибо, но не лечи, окей? Нет, мой хороший, давай ты мне объяснишь, что происходит. Хотел на себя внимание обратить. Чьё? Твоё. Ну, вот я... Если тебе нужно выговориться, пожалуйста, я всегда рядом. А мне нужно. Мама, я лох. Мне девочки не дают. Чё делать? СМЕХ Это что, случилось? Екатерина Юрьевна, вы мне очень нужны. Да, вы мне тоже. Чё? В школу к дочери подбросите? Да, 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 конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что дело очень серьёзное. У нас тут скандалы. Я сам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юль, ты что, вообще берегов не видишь? Я случайно. Случайно? А если ты её зарезала? Ну, не зарезала ведь. Юль, ты достала быть трудным подростком. В чём твоя проблема? Чего тебе не хватает? Ты ребёнок. Ну так наслаждайся детством своим. Не знаю, пойди влюби, сигарету выкури. Дай мне телефон, я с тобой разговариваю. Видишь, всё нормально. Счастливая, довольная, только что в туалете селфи сделала. Чё ты от меня хочешь? Ты дура, что ли? Это статья на живое ранение. Ты же в колонию захотела? А я вот думаю, может быть, их уже бить пора? А давайте мы сами разберёмся. Да в этом я не сомневаюсь. Я только одно забыла сказать. Когда Юля напала на Куклину, ей написали ведь какую-то записку, да, Юля? Ты же эту записку не отдала педагогу? Записку быстро. Поотвали. Записку быстро. Не обыскать тебя сейчас. Мне волноваться? Ты дебил. Юля, ты как с отцом разговариваешь? Можете помолчать? А чего ты передаешь? Это неправда. Пода, она меня за... Задолбала всякую херню про меня болтать, слухи разносить, чего я не делала. Она меня задолб... Ну, так всё понятно, что у вас происходит. У вас тут буллин полным ходом. Опять коллектив бездействует. Понятно. А что ей прикажете делать? Она заступается за себя. Отвечает. И где есть беспредел? Мне главное, чтобы такого мыши не повторялось. У нас приличная школа. И надо, чтобы Юля извинилась перед Светой. Чего? Нет! Юль! Нет! Ладно, я извинюсь. Пап! Я вас провожу. Пап! Пап! ВЫСТРЕЛ 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 Будущей России! А где у вас женский туалет? Там. Ха-ха! Мерси, сударня. Нормально. Салют. Потерянное поколение. Мужчина, это вообще женский туалет. Я в курсе. Привет. Давайте знакомиться. Курить вредно след. В курсе? Зовут меня Глеб Анатольевич. Я папа Юли Барнашовой. Для вас просто Глебушка. Извинения не принимаются. Пишите в личку. Какие извинения? Извинения никому не нужны. Это только так с трясением воздуха. Пойдем в тащечки. Я к отец разрешаю. Пошли. Это что, провокация? Чего-то стрёмно. Какая провокация? Девочки, это справедливость. Пойдем, пойдем. Ну-ка, держи. Света, а вот тем, что в записке она часто занимается? Это вы у нее спросите. А, хорошо, спрошу. Только ты по зубам ее не бей. Хорошо, чтоб она могла мне рассказать. Лучше всего, знаешь, я там видел справочник такой толстый и телефонный. Лучше всего им давай. Вы серьезно? Конечно, чтоб сердяков не было. Я же мент знает, что говорил. Давай, я пока на шухере. Да как-то это, нет. Чего нет? Она же тебя порезала. Ладно, давайте что сделаем. Ты сейчас пару минут здесь постоишь, потом пойдешь к своим и скажешь, чтоб в котлету ее уделала. Давай? Показать-то надо. Так я накажу. О, поверь, поиздеваюсь от души. Можешь, кстати, рукой в стенку долбануть, чтоб костяшки сбить. Все, Юль, поехали домой. Я тебе этого не прощу. Юль, я в другую школу тебя переводить не буду, это бесполезно. Все подростки уроды. Ну что, и ты тоже. Вам, может, нужно пережить этот сложный период, а дальше будет прекрасная взрослая жизнь, как у меня. Поехали. Шляпу эту будешь на работе задвигать. А что твои друзья пишешь с этой шлюхой? Ты что, спишь за деньги? Ты реально поверил в эту херню? Ты знаешь что, дорогая моя, если ты решила во все тяжкие пуститься, я не против, давай. Можешь вены себе вскрыть или разгонить прямо об стенку. Большой. Я сожгла машину. Что? Я сожгла машину, пап. Вернее, нет. Попросила одного дебила. А за это разрешила себя трахнуть. Да, пап, трахнуть. А чего ты так на меня смотришь? Да потому что это мамина машина. А ты как мудак оставил ее себе и ездишь. Ты вообще понимаешь, что ты мудак, пап? Да ты мудак! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ай! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ударил её. Первой жизнью. Значит, не жена контактировала. Ну, я пока маленькая, а потом... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так здоровались. Ты сейчас... Год назад, как всё это, Юлька с катушек следила. Ад какой-то. Я даже не думал, что такое может быть. Может, руку с тебя отрубить, а? Да успокойтесь. Она просто волнуется. И за вас волнуется тоже. И... Вот. У тебя дети есть? Нет. Везёт. Она сильнее вашего переживает. Вот увидите, вернётесь домой, она извинения будет просить. Вот увидите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, свалила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тебя забыла спросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последи, чтобы кто-то не подошёл. Нашку убери. Вынесло, поменяй. А ещё что? Чё кислишь? Двойку получила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, закладка? А, я это думала. Чё ты думала? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заработала. Не надо. Держи пока, я добрая. Давай-давай. Засунь в инкомат, по одной купюре в разный. Почему? На номера посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, Диджи, депрессняк. Продолжай дальше себя жалеть. Проблемы-то сами рассосутся. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Новый мир, оглянись по сторонам. Здесь на время, как и ночи, но он сидит и вечно пьян, оу. Новый день, посчитали по шагам. Сколько нам будет необходимо испытывать на сердце ран. Белый пат, душа не цел побеждать. Как леса горят пожаром, нам не потушить никак, оу. Перепад в глубине души теракт, разрывает мою душу. Это тот, кто сильно нужен мне. Больше смысла нет. Мы снова убиты. Души пистолет, наши чувства закрыты. Больше смысла нет. Мы снова убиты. Души пистолет, наши чувства закрыты. Души пистолет, наши آپ и дашисты. Предположим, вы кто? Органы опеки. А я говорила, не бей меня так сильно. Соседи услышали и вызвали ювеналку. Ну, рукоприкладство еще не подтверждено. А папа умеет бить. Он все-таки в полиции работает. Здорово, Глеб. Привет. Ну что, нас соседи вызвали? Лох, какие соседи? Ты что, с ума сошел? Ну а что? Я еще должен посидеть, не отреагировать. Отреагировал? Спасибо, до свидания. В чем дело? Дело в том, что оценив обстановку, я пришла к выводу, что ваша семья входит в разряд неблагополучных. С чего это? Ну, мой отец-одиночка. Я не специально. А с рукой что? Шарлов копек, обжегся. Вопросы еще есть? Значит так, Глеб Анатольевич. Мы вашу семью берем под особый контроль. Раз в неделю я буду вас навещать и проверять, как изменяется обстановка. Вам понятно? Да. Что? Алло, ребята, вы что? Вы видели, что дома творится? Только пустые бутылки. Алло, ты меня чем кормить собираешься? Мы только за день переменник купим. Класс! А витамины? Закатки есть на балконе, откройте. А любви? А чего никто не спрашивает, хватает ли мне любви, а? Юль, слушай, ты тоже непростой подросток. Ну, даже местами где-то избалованы. Если что, звоните. До встречи, Глеб Анатольевич. До свидания. Слышь, вот приду в школу, начну мочить своих одноклассников. Так придет служебная проверка, вас выпрут отсюда. Спасибо, пока. Что за полумеры? Хотел показать скотские условия, надо было в углу навалить. В следующий раз так и сделаю. СТУК В ДВЕРЬ Юль, чего ты хочешь, а? Сказать? Да, пожалуйста, скажи, будь добра. Да я хочу, чтоб ты умер. СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ потому что я этого не делаю ты решила избавиться меня с помощью веналки как могу Юлька ну если у тебя получится что будет тебе отправят детский дом и он совсем не детский понимаешь там отвратительно там плохо зайка там будешь страдать ты будешь там ненавидеть меня еще больше чем сейчас будешь ненавидеть потому что я позволил тебе сделать этот тупой поступок наверное родители тобой нужны чтобы не позволять детям делать тупые отвратительные поступки зайка ты мне пофиг мама не смогла с тобой жить вот и я не буду что-то так больно так глиб анатольевич доброе утро это к вам привет не вижу сухарей теплых вещей глиб анатольевич можем мы с вами не единия поговорить пойдемте поговорим вы по дороге сюда ничего не потеряли что спесь например сколько вы хотите не понял за машину сколько хотите а понятно ну да уметать личный интерес просто окна дело не закроет пожалуйста да я это понимаю поэтому я и спрашиваю сколько вы хотите мы не деньги не нужны только возмездие никакого для кого никаких претензий больше нету сколько вашего на девушке Значит так, пусть ваш сын сожжет вашу машину. Одну из ваших. Вы серьезно? Конечно. А что такое? Она у вас застрахована, вам ее наверняка возместят. Ладно, ничего не надо. Я ничего не понимаю. В смысле ничего не надо? Ничего не надо. Идите. Скажите, всем вашим, Глеб Барнашов способен на благородные поступки. До свидания. Каким нашим, простите? Вашим обывателям, которые уверены, что в полиции одно кумовство, коррупция. До свидания. Вы дурак, да? К сожалению, нет. ГОЛОСОЯ СИЛАЯ ПОЕКЛУ natives Знаете, у меня... ...странная просьба... Так. Вы не могли бы отпиздить моего сына? У меня просто другого слова нет. Он эту девочку даже не знает. Девочек попросил какого-то его знакомого поджечь машину. Тот позвал его за компанию. Они идиоты. Мне просто некого попросить. А папа? А папа у нас слишком занят. Папа-любовницы его на всех не хватает. Потом это не папа, это отчим. Парня надо бить, упустим. Угу. Знаете, у меня другое предложение. Надо посадить его на наркотики. На тяжелые. Через пару лет он умрет, мы немножко поплачем, зато потом полная свобода. Тяжело быть мамой, да, когда вокруг столько омолазующих процедур? Да вы что, вообще обалдели! Я на вас заявление подам! Да ну! А я скажу, что вы просили отпиздить вашего сына. Еще мне деньги предлагали. Все разговоры с умными, современными родителями я записываю. Вы молодец. Конечно, я же мент. Сядьте. Сядьте, сядьте, разговор не окончен. Или что вы будете, гопников на районе подговаривать? Я поговорю с ним. Знаете, сколько раз я с ним разговаривала? Разговорами тут не помочь. Чего теперь я поговорю? Адекватный поможет. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Вообще, бывают счастливые дети? Вы меня спрашиваете? Да, я спрашиваю. Есть, как вы считаете? Есть, конечно. Нет, я не про тех, у кого счастье в стакане с мороженым. Я про этих взрослых детей, ну, у которых есть желание, страсти. Разумеется, есть. Да? Да. Вы видели хоть одного? Ой, хоть. Я просто не очень много общаюсь с подростками, простите. А я в последнее время столько с ними общаюсь и ни одного не видел. Может, счастье где-то в этом возрасте? Ну нет, период такой. Надо перескочить. Его как через большую, огромную лужу, и все. Может, счастья и общения. Вот вы счастливый человек? Нет. И я не особо. От меня жена ушла. Хотя и тогда я тоже нет. А так вот просыпаемся, засыпаем, работаем, растим детей. А зачем все это? Пойду на привязь, ходите со мной. Знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы моя дочка мне улыбнулась. Просто улыбнулась. Не как в детстве, когда бывает какой-то дурейская. Она хохочет, заливается. Сейчас смеха не надо. Мне в улыбке вот так. И напиться, конечно, хочу. Но это не выход. Хорошего мужика. Жалко ничего. Жалко ничего. Сына позовите своего. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот я что. Садись. Значит, ты не знаешь девочку, которую подговорил твоего приятеля машины с жизни? Нет. И пацанов тоже не скажу. Ну понятно. А другие машины зачем, Паш? Да блин, случайные. Долбоящеры. Значит, смотри, Артемий. У тебя есть один шанс избежать наказания. Я хочу, чтобы ты в контакте познакомился с одной девочкой. Вот с этой. Это какой-то ментовский киндер? Типа того. Ну так что? Ничего такая, я бы вдул. Это тебе вдуй, это дочь моя. Вдул бы он. Сорян. Значит, я хочу знать все, что она постит, чем живет. Ну, всю эту вашу байду. Так что давай делись паролем. Не, блин, вы чего? Так не договаривались, у меня там личная переписка, личная жизнь. Дорогой, а мы с тобой вообще ни о чем не договаривались. Или ты в колонию ходишь? Понял. Я тут отчеты перенесла по подростковой преступности. Ага. Спасибо. Как ваша рука? Ага. Хорошо. 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 Врач вас похвалил, сказал, прекрасная первая помощь, ему больше делать нечего, поэтому он уволился и ушел в таксист. Да, меня перед Сирией учили. Угу. Вот. А что такое тамблер-герл? Девушка, которая не хочет признавать себя обычной ванилькой. Ага. Угу. 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 УДАР 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 Чего кислый-то так? Помните этот Тихонов? Его брат Алексей на допросе испугался и не захотел брать на себя вину. И теперь его точно поставят. УДАР Хорошо. Получит профессионную халяву. Научится фу-файке жить. Вы не такой. Такой? Не такой, нет. Да! Есть контакт. Хорошо. Безусловно. Безусловно. УДАР Звизь на меня. Попробуй. Останови меня. Это похоже на планы. Твоими глазами я вижу то, что ты хочешь услышать. У тебя есть полно. Давай, удиви меня. Это похоже на планы, твоими словами я говорю В основном ты, конечно, слабее меня И я знаю, почему такие достойные Не хочу ничего слушать, уходи больше не нужно В этот раз я тебя лучше В основном я, конечно, сильнее тебя И я знаю, почему так не слабая Замолотная душа, уходи больше не нужно В этот раз я тебя лучше Просила стой, не говори со мной Это весной, не говори со мной